Любишь старые градостроительные стратегии, на вроде Цезаря, Фараона и прочих? Или же напротив, тебе нравятся современные, такие как Цивилизация, Европа Универсалис и многие другие? Всё это и не только ты сможешь найти на канале Сухо. Тебя приятно удивит грамотная подача автора и его знания тематики. Подписывайся по ссылке в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Они выдают 380 ватт. Дальше, пришлось здесь построить, получается, такие вот помещения, где у нас находятся умные батареи. Плюс вот здесь мы ещё достраиваем помещеница. Для того, чтобы у нас в моменты простоя, когда идут бомбардировки, когда ночь, когда всё это ещё и совпадает меж собой, нам всё-таки хватало этих запасов энергии. Вот такие вот дела. Так, давай тут на 9 даже приоритет поставим, а здесь на 8. Как несложно догадаться, у нас есть небольшие просадочки по еде. И связаны они прежде всего с тем, что очень много времени было уделено космосу, да. И в этот момент у нас успела, как бы, еда немножечко попортиться. А может и немножечко. И пришлось тут, в общем-то, изворачиваться и мутить что-нибудь. Кстати, у нас мясо есть. Смотри-ка, много мяса довольно-таки. Поэтому барбекю. Отличный выбор. И угольные генераторы у нас, наконец-то, простаивают. Я, наконец-то, скачал с этой иглы. Если посмотреть, то у нас тут... Отсюда никуда энергия не берётся. Я полностью отключил угольные наши генераторы. Поэтому мы используем энергию солнца. И мы используем энергию, которую нам дают генераторы на природном газе. Каким-то волшебным образом. Кстати, пуфы всё выводятся и выводятся. Вот у нас есть и панцирные пуфы, да, и скрипучие пуфы. И, блин, тут шансы-то не такие большие на их получение. Если посмотреть, да, там 4%. Но, знаете, как бы за 100, там, 200, 300 циклов это всё-таки прокает. Причём прокает достаточно часто, что удивительно. Поэтому, да, в очередной раз у нас вывелись они. Но скрипучий пуф мне особо не нужен. В общем-то, как и панцирный, по крайней мере, пока что. Достаточно большая беда здесь переключилась. Как видите, куча пара просто-таки, да. Это за счёт того произошло, что вот тут у нас не было клетки бункера. Это дело пробили. И реголит, который у нас температура порядка 300. 100, изначально, или 350 градусов. Попал сюда в воду, и, короче, вода отлетела. И это, конечно, проблемка. Потому что у нас здесь, как бы, электролиз между делом. И нам надо что-то с этим сделать. Я вот сейчас в сомнениях, что же мне делать, блин. Ну, мы можем использовать вот эту вот загрязнённую воду на самом-то деле. С другой стороны, у нас тут ещё есть другие источники воды. Но стоит ли их пытаться использовать? Здесь вообще тоже чистая вода откуда-то. Что удивительно. Поэтому, скорее всего, мы пока что будем использовать вот этот вот источник воды. Просто мы возьмём, там, я не знаю, теплоизоляционную какую-нибудь трубу. На 8. Обсидиан, к примеру. И фиг бы знал, как проведём. А, ну. Как вариант. Ну, вот так. Этого должно хватить. Вспышка на солнце по-прежнему, кстати, работает. Тут у нас много люксов освещения. То есть, порядка 150 тысяч. Ну, если так вот, да, округлить. И если посмотреть по декору, то тут 4000 плюсом. И очень много блестичков. Я надеюсь, кстати, эту тему немножечко пофиксит. Потому что она немножко имбовая. Тут можно их и больше как-то разводить. И использовать вот эти вот, получается, панели для получения достаточно халявной энергии. Меня это не очень сильно устраивает. Здесь, кстати, пришлось отгородиться от космоса. Причём так неплохо отгородиться, да. По большей части мы использовали теплоизоляционную плитку. Местами временами клетки бункера. Потому что метеориты с завидным упорством пролетали вот сюда. Вот. И, в частности, трансформатор выходил из строя. Ну, кстати, у нас тут охлаждение работает. И вроде бы всё охлаждено. Так, тут у нас что? Ага, приоритет на 7. Это не царский приоритет. Давай делаем на 8. Чтобы у нас уже, наконец-то, полный комплект тут был батарей. И запас энергии здесь сохранялся достаточно долгое время. Также я хочу сделать так, чтобы наши дублики не только сюда могли летать, но и обратно. Да, это бы им экономило время, я думаю, многократно. Как только запускать откуда? Скорее всего, откуда-нибудь вот отсюда. А, блин, напряжение, напряжение, напряжение. Нам нужен ещё один трансформатор. И мы его можем вот тут вот рядышком разместить, на самом-то деле. То есть, получается, как мы это сделаем? Получается, вот так вот здесь поставим. И обычный самый трансформатор. Хотя, давай, наверное, сразу вот такой вот поставим. И двух киловаттку мы всё равно пробросим на всякий такой случай. Ну, а здесь сделаем... Так, трансформатор из золота. Ну, так вот рядышком его разместим. Ну, и, соответственно, будем использовать монтажные провода. Мощные, сильные. Те, которые мы и использовали. Я думаю, для начала хотя бы вот это вот построить. Часть дубликантиков по-прежнему успевает стрессовать. Да, часть у нас дамажится, потому что там достаточно горячо наверху. Изначально я немножечко не так это там всё провернул, как хотелось бы. Но теперь я уже обладаю опытом и, соответственно, ровно такие же ошибки, по крайней мере, в следующий раз я уже не должен допустить. Кстати, смотрите, какой здесь источник провианта. Его бы неплохо как раздобыть. Потому что там мяско, золото. Это же всё нам сгодится. Больше барбекю. Потому что перечного орешника у нас просто дофигища. Вот, кстати, утречка. У нас, получается, освещение начинает набирать силу. Да, и после 50 тысяч люксов будет максимальная производительность именно наших солнечных батарей. Вот она сейчас, 30 тысяч. И видите, да, как здесь полоска заполняется. Когда она фуловая, эта полоска, это значит максимальная производительность солнечной батареи идёт. О, кстати, тут что-то предприезжали за гранитом. Смотри, к рубе принеслась. Пока что давненько, кстати, не было бомбардировок. Это, конечно, меня радует, безусловно. Но, с другой стороны, немножечко подозрительно. Не к бобру. Не к бобру такое затишье, да, скажем так, долгое. Ну, а здесь, тем временем, нам надо пос... Ух ты, что пролетели, ребятки. Построить отправной пункт. Number two. Отсюда они у нас будут улетать. Поэтому мы здесь делаем, получается, вход в транзитную трубу. Почему бы и нет? Ну, там опять они обжигаются. Так-с. Чёрт, немножечко не так, да? Получается, надо пониже. Вот так будет получше. То есть, чтобы у нас вот это вот подключение к энергии было не через вот этот вот кабель, да, а вот от этого трансформатора. Это именно то, что нам нужно, по идее. Ну, и, соответственно, монтажный провод, двухкиловаттный, все дела. Мы его спокойненько сможем вот здесь вот аккуратненько подвести. Так-с. Ну, и, соответственно, пластик. Пластик, пластик. Пластик у нас здесь, транзитная труба. Скидыщ. Да, просто... Просто мастер. Мастер стройки. Надо как-то аккуратно... Вот, аккуратно это как-то... Вот так именно, да? То есть, отсюда раз и назад они могут вернуться, там, немножечко приспуститься и улететь, да, чтобы им не приходилось бегать очень далеко. Плюс у нас вот эта комната достроилась. Там, видите, урон от температуры ручной генератор получает. Ну, и пока что здесь все очень даже неплохо. Ну, и, само собой, ближе к ночи освещение, видите, да, затухает, затухает. И батареи у нас в этот момент времени не работают. Уздика с кабаны! Я совсем забыл про этого детеныша, короче. Сидит он тут, бедолашка, давай его выпустим. Правда, жрать тут особо нечего. Температура терла. Немножечко выросла. Сверхмерль. В смысле, а что так много местами, временами? Так, интересно, увлекательно. Ну, ладно, я думаю, справятся все-таки наши морозные коконы. Или нет? Сильно много кислорода, я бы сказал. Наверное, в этом есть проблемка. Кстати, я еще использую бинды на клавишах. То есть, через Ctrl и цифру можно забиндить какое-либо место, да. И потом через Shift и эту цифру можно туда перейти. Допустим, у меня на Shift плюс 2. Опа! И я могу посмотреть, что здесь, да, там. Shift плюс 3. Скидыщ. И я уже здесь могу посмотреть, что у меня здесь, кстати. А что у меня здесь? У меня здесь кто-то, по-моему, с голоду нафиг за это. Загнулись эти ребятки. Ну, для них нужен источник питания хороший. Для этого, скорее всего, желательно генератор поставить на очищенное, вот, которое нефти работает. Здесь, кстати, еще неплохая разведка у нас идет. Ну, как неплохая? Какая-то, по крайней мере. Потому что не вся карта у меня толком исследована. Если по таким вот образом можно посмотреть через Alt плюс S на всю карту, да. Вот, как-то так у нас выглядит все это дело, да. Практически все разведывано. Этот край весь. С этого края тоже, по сути, все исследовано и разведовано. Ну, вот с этого края нижнего не все. И здесь вот тоже нижний край не весь. Практически здесь доделали все. И у нас, наконец-то, появится возможность наших дубликантиков отправлять и в обратную сторону. Да, смотри, пошел заряд. Я бы хотел, может быть, даже и больше батареек ставить. Ну, то есть, на будущее буду иметь в виду, что можно сразу целый такой комплекс мощный построить. Потому что солнечные батареи у нас, в принципе, они халявной энергией, по факту, да, производят? Они ее берут... О, полетел. Берут ее из космоса. Поэтому простой там нам какая-то автоматика не нужна. Нам надо просто где-то запасать эту энергию. Поэтому можно ставить очень-очень много батарей. И, как бы, это будет, наверное, разумным решением. Блин, здесь у нас вот горячо. 111 градусов. Офигеть, 100 градусов. Конечно, не обжигаются. Совсем забыл вот про этот насосик, кстати, который у нас здесь стоит. А углекислый газ тут уже успел накопиться, хоть и не в супербольших объемах. Поэтому для вот этого нашего скользица, который еще только вырастет. Но что-то они не очень много нефти производят. Им надо очень много питания, на самом-то деле. Они что-то колоссальное количество углекислого газа сжирают. Поэтому, если прежде чем даже, я бы сказал, их разводить, их все-таки надо... Ну, быть готовым к тому, что очень много углекислого газа они будут сжирать. И поэтому надо обеспечить соответствующим образом подачу этого углекислого газа. Чего я, в общем-то, не сделал. Но сам по себе факт выведения расплавленных скользицов, он достаточно труден. Да, их сложно вывести, их сложно содержать. То есть такие зверушки очень специфические. А вот, кстати, и космические бомбардировки подъехали. У нас дверцы закрылись. Да, я знаю, что здесь можно поставить автоматику из дверей. Но я уже на стримах, что, блин, в игре тупо не хватает функционала. У нас нету какой-то автоматики, которая бы позволила нормальным образом убирать, да, вот этот вот мусор, который здесь остается. Да, можно использовать двери, но двери здесь какие-то мега читерные вещи, я не знаю, да. Они хлище, чем шкаф в Нарнию. Просто-таки умеют все на свете аннигилировать. В них там все магическим образом исчезает. То есть, ну, по-моему, это немножечко нездоровая механика. Но и игра все-таки находится пока что в раннем доступе, поэтому я этот момент простителен. Но я решил не злоупотреблять этими дверями. Дублики могут, ну, прибежать и достаточно быстро здесь все это дело расчистить. Ничего в этом страшного особо нету. Ну, бомбежки жесткие. Это, кстати, кто не понял, фосфор жидкий. То есть апатит, походу, перешел в жидкую форму, да? Я так понимаю. Точка плавления 239 градусов. Этого, походу, хватает, потому что тут температурка будет здоров. Апатит у нас в фосфор вообще переходит? Или откуда-то фосфор принесло? Непонятно, но неважно. Еще один нюанс. Видите, дверки открываются, но свет не проходит через них. На самом деле, когда они закрываются, свет светит. То есть, скорее всего, это недоработки либо баг, потому что, смотрите, как уже двери открыты. И солнечный свет сюда уже должен бы поступать. Но он нифига не поступает. То есть, пока абсолютно на максимум дверь не откроется. Это, ну, чертовски странно выглядит, согласитесь. Я думаю, это прям трындец. Я понимаю бы, если бы в обратную сторону. То есть, когда они закрываются, все нормально. То есть, луч света потихонечку сужается. То есть, это, по всей видимости, пока что недоработка либо что. Не знаю. У нас, кстати, пища начинает в плюс идти. И рассудок стабилизировался. То есть, были проблемы с рассудком периодически. Пока у нас тут вся эта космостройка шла. Космоопера вся эта разворачивалась, да. И у меня такое ощущение, что я не зря построился с краю. Здесь не так часто метелиты падают. Ну, либо мне везет, либо же не везет. Не знаю. С другой стороны, сюда прицельные наводки пролетали. Возможно, как бы компенсирую этот нюанс. А вот и ледяные булочки поспели, кстати. Да, они там периодически у нас растут зерна в морозных биомах. Я их специально не выращиваю. Собираю именно дики. Этого, в принципе, хватает. Можно как бы запасать. Но сейчас я решил позапасать еды. У нас, кстати, с кислородом, если посмотреть, да. С углекислым газом. Кислородом на базе все очень-таки неплохо. Здесь, кстати, мало углекислого газа. Поэтому можно пока что открыть. Пускай углекислый газ сюда подзаходит. Но нам тут нужен. С кислородом все мега хорошо, само собой. Потому что два электролиза у нас. Там две электролизерки реализованы. По температурам тоже в целом все хорошо. Вот в этом углу пожарче, да. Порядка 30 градусов. А в целом по базе порядка 20. Вот тут даже 22. Ну, это морозные... Это там коконцы. 28. Ну, около 30 градусов. Даже чутка меньше. В общем, по базе это 650-й цикл. Специально я какого-то супер мощного охлаждения здесь не мутил. То есть, моя концепция какая вообще? Чтобы не пришлось охлаждать базу, ее надо не нагревать. Л. Логика. Так, а вот тут у меня было, видать, приступ аутизма. Я отключил уже это строение и забыл включить. У меня уже удобрения-то имеются. Вроде бы как в запасах. Ну-ка, где у нас... Пум-пу-рум-пу-рум-пу-рум. Кстати, пластмасса уже почти 5 тонн. Это неплохо. Вот агрокультура. Удобрения, да, там уже около 1000 килограмм. Тонна. Плюс-минус на какое-то время этого хватит. Грязь я тут специальным образом производил. О, кстати, грязь отлетела. Давайте мы ее немножечко произведем. Для этого нам надо добыть слизи. Слизь добыть не так-то просто, на самом-то деле. Учитывая, что у меня нигде нет специального, да, вот этого вот устройства, которое позволяло бы рудный очиститель, да, уничтожать микробы. У меня его нету. Я... У меня есть гейзер-клора, но я его не разработал. Потому что фиг знает почему. Собственно, придется как-то так слизь добывать. И потом ее перерабатывать. Поэтому слизь приходится добывать обычным, простым, открытым способом. Да, дублики наши бегают, добывают. Но они, конечно, могут немножечко легочно этой слизи хапнуть. И скорее всего, его хапнут. Тут дело такое наживное. Но у меня здесь есть, короче, производство этой самой грязи. Мы что можем тут сделать? Мы можем взять, получается, органику. Выставить здесь слизь. Поставить приоритет там, к примеру, на 9. И таскать ее сюда. Они ее начнут таскать. Она тут начнет нагреваться. А если посмотреть на слизь, то... У нее точка плавления 125 градусов. Соответственно, нам слизь надо нагреть до 125 градусов. И она перейдет в твердое состояние. Она превратится в грязь. Но дальше нам надо как-то ее тут еще сохранить. Поэтому мы, наверное, грязь здесь и отметим. Смотрим. Вон слизь. Она нагревается, да? Чипык. А, не один фиг вывалилась. Зараза. Ладно, вскопать. Давай, вскапывай. Ну, само собой, тут микробы. От этого-то никуда ты не денешься. Вон, слизи опять переволокли. Отлично. Ну, мы можем ее просто выкинуть отсюда. Но она, в любом случае, по идее, должна набирать температуру. Хотя нам даже и лучше. Пускай не... Да хорошо чистить ее там от микробов. Тут высокая температура. Слизь должна и так отъезжать. У меня стоит максимум вместимость на 2 тонны. Чтобы они абсолютно всю слизь сюда не приволокли. Так, сколько мы уж там приволокли-то? В принципе, какой-то объем приволокли. Но, допустим. Скидыщ выкидываем. Здесь пока убираем приоритет. И смотрим. Та слизь, которая у нас тут есть. Вон она, 96, 97, 98, 100 градусов. И сейчас она перейдет в грязь. Это, в принципе, должно быть видно и заметно абсолютно точно визуально. Давай 125 градусов. И она тут скдыща таким куском грязи встанет. Вот. Все отлично. Таким вот незамысловатым способом, да, нам можно производить грязь. В принципе, на любом цикле. Вам потребуется только нагревать ее до 125 градусов. А тут, тем временем, очередные бомбежки прошли. Но, как видите, ничего не завалило. Поэтому у нас пока что в этом плане все хорошо. Но, опять же, пока она на фулл не открылась, не пошла подача света. Подача света, блин. Что за слово. Но все хорошо. По стрессу у нас вообще тупо ноль. Еда идет в запас. Здесь, кстати, пищевые деревья. Опять выровнялись по температурке. У меня такое ощущение, что они температуру избыточно набирают за счет того, что грязь, которую мы приволакиваем, она довольно высокой температуры. Опа. Пошел процесс добычи пластика. Отлично. Я думаю, что он тут замер в странной позе. Он ждал, соответственно, блестящего дракона, который приползет. Так, давай, похавы, поешь. Поешь, братюнька! Ну, ладно. Будем считать, что он... Твою мать. Уже два панцирных пуфа. Вы там захватите это помещение. Мне там особо-то кислород не нужен. Тут загрязненного кислорода-то не так-то супермного. Плотность его очень достаточно-таки низкая. И, кстати, немножечко разведке, наверное, не помешает. Надо узнать, что вот в этом углу вдруг там действительно что-то полезное и интересное, что мы можем использовать в своих коварнейших целях, да? Там вот еще запасы мяса валяются. Хотя с едой у нас вроде бы уже все очень даже неплохо. Жареные грибы там, барбекю, ледяные булки. Все как надо. Кстати, за каким фигом у меня здесь работают вот эти вот террариумы? Их можно смело так отключить. Потому что угольный генератор уже по факту не работает. Их тоже можно, кстати, отключить все эти строения нафиг. Забыть, как страшный сон. Уголь у нас, по идее, должен производиться в плюс, да? Он у нас в каких-то объемах же здесь производится за счет каменных копателей. Почему именно каменные? Они менее привередливы к еде. Хотя какую-то еду им все-таки желательно закидывать сюда. Давай на 9. Быстренько что-нибудь стаскайте. Да, апатит под высокими температурами тупо начинает становиться жидким. Смотрите, да? Вот фосфор пошел. Да, жестенько. То есть реголит в высокой температуре это одна из тех проблем, с которой вы столкнетесь, осваивая космос. Но неплохо. В любом случае... Ух ты, тут опять бомбежки. У нас запасы энергии имеются. Отлично. И пока что хотя бы сюда у нас метеорит не падает. Это у меня уже очень и очень сильно радует. Так, кстати. Что у нас там с разведочкой? Ну, само собой. У нас здесь есть все-таки антитромбический термоубавитель еще один. Но он, конечно, блин, не в самом-то лучшем месте. Надо будет сюда еще раскопать и посмотреть. Хотя, на самом деле, я не знаю, последнее ли это видео по этой колонии. Потому что все очень сильно будет зависеть от того, встанет ли следующий апдейт на этот апдейт. На текущий. Если не встанет, ну, придется распрощаться с этой колонией. Хотя, она достаточно прикольная получилась. Были тут кое-какие нюансы, само собой. Они еще до сих пор есть. Но, в целом, колония жизнеспособна. У нас нет проблем на данный момент с энергией, в принципе. Мы используем очень неплохо-таки солнечную энергию. Возможно, будем ее использовать еще сильнее. Да, там можно целый второй комплекс этих солнечных батарей отстроить. Надо тут немножко больше стали произвести. Что, в принципе, тоже не проблема, это можно совершить. Но, в любом случае, на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok